Все, я с вами. Здравствуйте, доброго времени суток. Я вас приветствую на своем канале Роман Бычеменский и канал ВИА Гомеопатика. Сегодня у нас очень интересный разговор, очень интересная встреча. Сначала хочу представить моих гостей. Доктор Елена Печорина из Москвы, психолог Александра Кокасьян из Краснодара. И, Марианна, я сейчас не знаю, откуда вы транслируете. Из Москвы. Очень приятно. И поговорим мы сегодня о теме аутизме. Аутизм – это не приговор, есть выход. И я надеюсь, что мы начнем этой трансляции показывать, как можно помочь справиться с этой ситуацией, как можно поддержать детей, семьи конкретными способами, конкретными методами. Наверное, начнем с Марианны вам слово. Расскажите, пожалуйста, о своей истории. Очень печально. В общем, все началось с прививки, когда мы сделали ее в год и семь ребенку. Это АКДС с полиэмилитом. Нам доктора говорили, что у нас аутизм однозначно тяжелый, и нужно препараты тяжелые отдавать и так далее. Но встретился нам такой невролог, который сказал, что ничего нет, и все с возрастом пройдет. Ничего такого волшебства не случилось в нашем случае. И с годами у нас проблемы только тяжелее становились. Вот к четырем годам, собственно, когда я обратилась к Елене Алексеевне, у меня уже ребенок взрослый, справляться с ним стало сложнее. То есть он большой, тяжелый. Я не могу его легко взять на руки и уйти. И мне по такому хорошему совету я попала к такому вот доктору-гомеопату, где нам выписали препараты гомеопатические, с помощью которых просто, наверное, я даже не знаю, как это сказать, очень быстро корректировалось поведение ребенка. Вот кто даже сейчас, с кем я общаюсь на форумах с родителями, и знакомыми вообще детей, родителями детей-аутистов, никто не верит, что у нас был такой тяжелый аутизм, из которого мы дошли сейчас до такой вот стадии, где он меня спокойно сам обнимает, смотрит в глаза, уже разговаривает со мной. Мы никуда не убегаем. У нас сложности большей части поединческие. У меня ребенок просто мог взять и убежать в парке. И мы его искали. Мы вшивали в одежду жучки, потому что это очень страшно было. Это было не один раз, и дважды мы чуть не потеряли его. И тут просто гомеопатический препарат этот, который мы давали, конечно, не сразу. Не корректировалось именно то, что он перестал убегать. Но при приеме где-то месяц-два у нас был прогресс такой, что он уже хотел сам взять меня за руку. Вот. Сам просил мою руку. Сейчас мы уже так бесстрашно выходим на прогулки. Это нам уже пять с половиной лет. Вот. И... В общем, что еще добавить, я не знаю. Лена, скажите, разговаривает ваш сынок? Мой? Марина, да. Марина, извините. Да, разговаривает сынок, он говорить начал к четырем годам, его никто не понимал. Сейчас у нас прям с каждым месяцем прогрессы просто нереальные, потому что его уже понимают все. Мы даже уже пытаемся наладить социальную жизнь, коммуникативные навыки. Ну вот. Вот так. Вот у нас и все. Как-то даже не то, чтобы разговаривает, очень даже предложение выстроено так логически. Просыпается утром и говорит, мам, смотри, солнце встало, открывай глазки, девочка моя. То есть вот уже до такой степени у нас продвижение. Даже дети с нормой, наверное, не все могли бы сказать такое. Скажите, пожалуйста, Марьян, а за все вот эти годы что было самым тяжелым для вас? Самым тяжелым до гомеопатии или в период... До гомеопатии. До гомеопатии. Ну, это был тот аутизм, который сидит, ребенок смотрит в одну точку, просто не тактильный абсолютно. Он никак, ни одно слово не говорил, это было только мучание. Вот. И только специалисты, которые видели его в этом состоянии, могут поверить, что вот он вытягивается из аутизма действительно. Кстати, как специалисты относятся к тому, что вот такая быстрая эволюция, такое быстрое улучшение в случае? Все по-разному. Все по-разному. Многие говорят, что это независимо. Многие говорят, что правильно сделали, что обратились к гомеопатам, а не нейролиптики пропивали. Так что делится на два типа. То есть само себе вылечилось, может быть, и все? Да, вот половина считает именно так. Проветрилась, вылетрилась. Проветрилась, да. Само собой заболелась, само собой вылечилась. Лен, скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения введения случая, во-первых, что там самое такое показательное, характерологическое? И что можно на таком случае выучить, показать, поделиться? Показательное. Собственно, в любой случае с аутизмом он просто многогранен. Выделить какие-то конкретные вещи сложно. Наверное, здесь важный был момент для меня лично в введении случая, что был совершенно очевиден откат после прививки. И, собственно, все это время Акима у нас идет на СИЗМ методе, на детоксе. То есть все это время, собственно, год с небольшим. Мы встретились впервые в декабре 2019 года. Вот этот прогресс за год и два месяца. Это все детоксикация КДС идет. Вот только на ней вот такой действительно очень серьезный прогресс. То есть практически отсутствующая коммуникация год назад, и сейчас вот реально сложная речь и сложное поведение, и манипуляция вот сейчас. То есть мы даже каких-то других препаратов не подбирали. То есть вот этот момент интересный. Так, ну и честно говоря, здесь еще яркая особенность случая. Совершенно вот честно скажу, не стесняясь, невероятная жизненная сила мамы Акима. Знаете, дело в том, что я как бы и внутри ситуации, поскольку у меня свой ребенок с аутизмом тоже, и снаружи как врач это вижу. Понимаете, таких мам я больше не видела. Честно, вот с такой живучестью, с такой силой преодолевать препятствия. Вот, наверное, так. То есть по крайней мере два вывода. Во-первых, сделать правильный выбор в терапии. И второе, это если у тебя хорошая поддержка, хорошая семья, хорошие родители, понимающие, что нужно делать и как, то это обязательно приведет к положительному результату. Я насколько понимаю, что лучше было бы, да, поддержка бы не мешала, но здесь речь, собственно, о Мариане самой, о ее личной силе, а не о поддержке. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. О ее личной, внутренней жизненной силе. Вот объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Значит, имея в виду. Мариан, вы не возражаете, что я про вас немножко рассказываю? Значит, дело в том, что у любой мамы с особым ребенком происходит период отрицания ситуации, отрицания, депрессии. И это растягивается достаточно долго. То есть это откладывает сначала занятия, откладывается принятие ситуации, принятие диагноза, начало коррекции, любой гомеопатической коррекционной педагогики, психиатра, в конце концов, оформления инвалидности. Вот человека, который так быстро смог все это сделать, оформить документы, оформить диагнозы, получить полагающуюся ей помощь. А она есть. Только надо силы и, самое главное, принятие ситуации, чтобы пойти за этой помощью. Таких людей я больше не видела. Марианна в этом смысле уникальный человек. Спасибо большое. Ну, это правда. Я хочу попросить сейчас Александру рассказать о ее истории, о вашей истории, Саша. Причем с вашей точки зрения, да? Я потом немножко дополню, вот как Елена дополнила. Ну, я что могу рассказать? Мы перед тем, как попасть в гомеопатию, перед тем, как попасть в Роману, сходили уже всякими дорогами. Мы сходили и в нейролептики, сходили и в наотропы, поскольку Лидия уже сейчас, вот у нее завтра день рождения, завтра исполняется 12 лет. Аутизм у нас был, вот как Мария рассказывала, примерно такой же, да? Да, то есть достаточно тяжелый. Первая, вторая группа была. На момент, когда все-таки я смогла добиться постановки нам диагноза и уже того, чтобы начать что-то делать. Но потом все-таки мы... Подсказала мне наш педагог гомеопата. Это был гомеопат-самоучка. Ну, в Краснодаре до сих пор с этим туго, потому что наши местные профессионалы у меня вообще никакого. Не хочу никого задеть, но мне кажется, такие сложные случаи, как аутизм, еще не все гомеопаты способны вести. И даже в более крупных городах, а уже столько лет назад, в Краснодаре, получается, 10, да? Еще нет. Посоветовал, нашел он в его гомеопатической библиотеке была ссылка там на какие-то источники. Судя прочего, там была ссылка на клинику Вегомеопатии, к ее руководителю. Вот мы буквально с мужем уже, поскольку уже всеми дорожками ходили, в принципе, ну, мы ничего не теряем уже. Написали роману. И роман нас взял. Я, Рома, не могу не поделиться. С тем условием, что мы... Я вас беру только потому, что вы четко осознаете перспективы. То есть вы четко осознаете, что речь мы ведем о коррекции. Только у коррекции, там поведенческой, речевой. Но с тех пор прошло достаточно много лет. Рома все время ищет новые пути. Мы не останавливаемся, не останавливаюсь я, не останавливается Лида. Вот, собственно, я в психологию пришла этим таким достаточно непростым путем. И на данный момент моя дочь, которая изначально определялась как первая-вторая группа аутизма, сейчас учится в классе вида 7-2, коррекционный класс детей седьмого вида. Ну, у нее не седьмая программа, у нее восьмая программа с тьютором, но, тем не менее, она... То, что идет по программе, она вытягивает. Ну, конечно, непросто. Я, конечно, это исключительно ставлю в заслугу интегративным методом, если можно употребить этот термин в данном случае холистическим, поскольку мы вместе в гомеопатии, мы посещаем ассоциопата регулярно, тоже уже на протяжении долгих лет, и ипотерапию. Ну, и периодически, достаточно длительное количество времени мы там соблюдаем диеты, пьем ВАДы, иногда это как бы уходит, потом возвращается, но, тем не менее, это методы, воздействующие на организм в целом. Да, вот таким образом сейчас уже Лида общается. Это удивительная история. У нас есть семейная шутка, что в семье интровертов, единственный экстраверт, это поскольку очень Лида любит общаться, очень любит с новыми людьми знакомиться. Во всех магазинах она просто покоряет всех продавцов, поскольку читает имя на бейджике, говорит там, здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Марина, здравствуйте, Николай. Люди, которые привыкли, что их называют, и ты поражается, что человечек такой достаточно особый видит в них людей, и смотрит непосредственно на них, очень любит общаться. Ну, конечно, какие-то особенности сохраняются, мы с ними работаем, но я думаю, Рома об этом расскажет. Да, спасибо большое. Об особенностях, я думаю, мы будем говорить в гомеопатических эфирах, более направленных для профессионалов, для тех, кто занимается именно лечением. А сейчас, я бы хотел, Саша, сказать, что, ну вот, не потому, что Лена хватила Мариану, хвалила Мариану, я хочу сказать, может быть, это каждый гомеопат будет хвалить своего родителя, кстати, родителя своего. Но я думаю, что это большое, даже не знаю, как это сказать, ну вот видеть, как вы и как Олег вдвоем все эти годы тянете и помогаете, и поддерживаете. Ну, я думаю, одним словом, любите. Это наполняет вот таким энтузиазмом, и тогда понимаешь, что для многих вот такой пример, он может быть очень заразителем, он может быть очень полезным. Ну и, собственно, я думаю, что если кто-то услышит одну, две, три, десять, сто тысяч таких историй, то они как маленькие светички, маленькие лампочки, но вместе могут эту тьму прогонять. Конечно же, лучше заниматься профилактикой, лучше не доводить до таких вещей. Но если уже случилось, то нужно коррелировать. Саша, кстати, по поводу причины. Вы уверены в какой-то причине на сто процентов или нет? Ну, знаете, по поводу причин, я, конечно, исследовала этот вопрос вдоль, поперек, перекопала все возможные варианты. Да, насколько вы помните, у нас запуск аутизма случился через месяц после МОНТУ, которая вроде как даже и не прививка вовсе. Но, тем не менее, да, аутизм у нас запустился. Но говорить, что именно те... Мы часть прививок успели сделать. Неполный, конечно, календарь, но какую-то часть прививок успели. Говорить о том, что это исключительно заслуга прививок, ну, нет, так нельзя. Конечно, есть какая-то и закладка перинатальная, и, конечно, есть какие-то генетические, возможно, причины, какая-то другая, ну, какой-то комплекс причин. Конечно, еще факторы среды играют значение. Если там куда-нибудь углубляться, можно какие-нибудь более там высокого порядка причины подтащить. Но, да, пусковым механизмом, если можно так говорить, у нас стало укол МОНТУ. Потому что ровно через месяц после него у нас запустился болезнь опоясывающего лишая, в форме опоясывающего лишая. И после этого пошло разрушение личности. Ну, и пока мы ходили по неврологам, пока спохватились, пока тыкались, ну, вот очень история Марианны напомнила. Единственное, что я сумела, конечно, этого добиться, может быть, немножко раньше. То есть вот где-то в год и два у нас это все началось. К двум уже мы с мужем были в ужасе. Ну, вот где-то к двум с половиной. Получается, да, где-то к два с половиной, два и восемь. Уже все-таки сумели мы поставить диагноз и начать оформлять документы. Вот как-то так. Саша, если вы... Да-да. Если позволите, вот хотела бы по поводу вдохновляющей, вдохновляющих историй добавить пару слов. Когда я вот только начинала все это дело копать, начинала искать причины, методы, какие-то взгляды. Очень мало информации было в интернете. То есть если сейчас это вал, и надо просто, извините, разгребать кучи соломы, чтобы найти зернышко, то тогда информации было очень мало. И я помню, как я в состоянии вот как раз вот этих всех депрессий, отрицания, агрессии, все это копало. И какой благодарностью меня наполняла мысль ко всем этим мамам, которые об этом написали, которые этим поделились, которые дали мне возможность эту информацию найти. И вот, видимо, тогда у меня когда-то зародилась мысль о том, что я для себя приму решение, что когда-то я тоже буду делиться своей историей, своими какими-то путями, для того, чтобы кому-то они тоже что-то подсказали, дали какое-то направление. И, конечно, мне вот мой главный вообще посыл, когда я общаюсь с мамочками особо, поверьте, свет есть. Это уникальный путь, это урок для сильных духов, но свет есть, и, безусловно, можно найти свою дорогу в этом. Саша, вы мне напоминаете не молчать, а говорить. С вашего позволения я приведу один эпизод из нашей совместной деятельности, можно так сказать. Вы меня не предупредили, что произошли какие-то изменения. Представьте себе, что с гомеопатом во время гомеопатического интервью может случиться шок. У меня такое редко бывало, могу, может быть, два-три случая вспомнить, но один из случаев это связан как раз с лидочкой. Саша не предупредила, что произошли какие-то изменения, и я включил экран, включил компьютер, подготовился к общению. Представьте себе, к тому времени мы уже сколько? Мы уже, наверное, полтора-два года работали, если, может, даже чуть больше. Сейчас неважно. И я ни разу не слышал ни одного слова, ни разу не видел взгляд, обращенный ко мне. Ну и готовился увидеть Сашу и начать фоллоуап. В этот момент к экрану подошла Лида, улыбнулась, посмотрела на меня и сказала «Привет, Рома». И я вам хочу сказать, что Саша, я до сих пор очень впечатлен, Саша сразу же оценила, что происходит, и попыталась там оказывать первую помощь. И дай Бог, чтобы такую первую помощь оказывали, потому что это было чем-то потрясающим. Это было как вот не молчать, а говорить. Причем в данном случае вот человек начал говорить. Уже человек начал говорить. Это было потрясающее. Потрясающее событие. И, Мариан, скажите, пожалуйста, а в вашем случае были какие-то вот такие потрясающие прорывы или все шло плавно, гладко? Вот я тоже присоединяюсь к этим благодарностям мамочкам на форумах, которые делятся своим опытом, через что они прошли. Кто-то встретил там очень хороших каких-то специалистов, которые занимались аботерапиями, дефектологами и так далее. И вот из прочтенного у меня, к сожалению, я только сама была в состоянии заниматься, не водить ребенка кому-то где-то. Я могла позволить только себя своему ребенку. И вычитывая все ночами, днем занималась с ним. И игры дефектологов я вычитала на одном из форумов, где мама описывала, как ее очень хороший дефектолог обучила играм. Как вытягивать на разговор. У меня ребенок очень трудно все равно смотрел в глаза. Это четыре с половиной года к пяти годам ближе. После этих игр у меня ребенок стал будто бы зависеть от меня. Он уже бежал ко мне. Он хотел сделать что угодно, но чтобы я была им довольна его действиями и поиграть со мной снова в игры эти. Вот. И поэтому это очень важно читать, делиться своим опытом на форумах. И после этих же игр, кстати, я, естественно, с видением гомеопатии, мы вот как раз такие услышали, такие слова, как открывай глаза, моя девочка, просыпайся, солнце встало. Вот для меня это было просто сказкой, когда я услышала утром, просто открываю глаза, передо мной мой мальчик стоит и говорит, девочка моя, открывай глаза, солнце встало. Ну вот. Это просто мне такой подарок. Я бы хотел попросить нас, сейчас вот мы вчетвером в эфире, я хотел бы попросить, чтобы каждый из нас помечтал. Я хотел бы попросить, чтобы мы вообразили что-то, не пофантазировали о чем-то. Есть разница между фантазией и воображением. Фантазия – это нечто, что никогда не сбудется. воображение – это что-то, что может осуществиться. И вот давайте вообразим себе что-то, что может произойти в результате этого эфира, в результате этих встреч, в результате того, что мы, может, даже придумаем сейчас, в результате того, что нам напишут наши слушатели в комментариях. И я вот хочу попросить, чтобы мы повоображали. Лен, начнем наверняка с тебя. о чем бы я хотела помечтать. Ну, я не знаю, это нереализуемая мечта, чтобы было много гомеопатов, которые были бы аутисты, потому что сейчас очевидно, что перекос в сторону детей, особых детей, а не в сторону гомеопатов, к сожалению. гомеопатии, Но это из фантазийных. Из более реальных, честно, вот мне очень хочется, дело в том, что когда в среде мам особых или мам с обычными детьми возникает слово гомеопатия, возникает сразу, скорее всего, или идея фитотерапии, или идея фирмихель, комплексной гомеопатии. То есть, о том, что гомеопатия это вообще-то классика, знают единицы из тех, кто вообще это слово употребляет. То есть, было бы прекрасно, если бы при слове гомеопатии возникало именно то, чем она является, идея о том, чем она является, классическая гомеопатия, то, что реально может в случае аутизма помочь. У меня был период, когда я в группах по аутизму пыталась делиться своим опытом с ребенком своим. Стандартный вопрос, который я получала, какой препарат вы давали? И мне приходилось что-то говорить на тему, что это подбирается индивидуально и так далее. Меня не понимали. Какой препарат вы давали, чтобы им дать такой же? То есть, это уже третья мечта и желание, чтобы у нас было слышащее, не просто слушающее. Сначала слушащее, а вместе с этим еще и слышащая аудитория, которая поймет, что... Еще можно помечтать. Собственно. На самом деле это даже не мечта, но это не совсем мечта, это то, что, собственно, я в своей работе реализую. Мне кажется очень важным вместе с любым особым ребенком обязательно в порядке лечить маму, что я, собственно, всегда и делаю в случае, если патология, ну, какие-то уже поведенческие моменты затрагивает. То есть, условно говоря, аденоиды, конечно, тут не обязательно, а вот СДВГ и тем более нарушение развития точно надлечить в паре с мамой. Я не сторонник того взгляда, ну, вот, к сожалению, есть такая тенденция в дефектологическом сообществе, психиатрическом, искать вину в маме. Я не сторонник такого взгляда ни в коем случае. Вот. Это отдельное состояние у ребенка. Но что здесь может быть? Я сама видела замечательный эффект на препарате, который давался только маме. Ребенку не давалось, у него скачок в развитии. Это было неоднократно. Я думаю, если у тебя наверняка это было. Да. Скорее всего, вот я для себя тут что вижу. Вот с точки зрения, вот мне нравится подход, один подход новогерманской медицины, что аутизм это комбинация двух конфликтов. Естественно, у ребенка они чаще всего хотя бы один от родителей. И если совпало, что конфликт мамин является конфликтом ребенка, то при облегчении, даже не разрешении, об этом еще далеко говорить, облегчении маминого конфликта, у ребенка конфликт тоже облегчается. Собственно, пример, я видела на своем сыне. И самое главное, зачем надо лечить маму? Ну вот, то, что я вижу, то, что я видела на себе, на пациентах, на людях, с кем я пересекаюсь в школе у ребенка, на занятиях, все находятся в сложном эмоциональном состоянии. То есть были, вообще-то, исследования на тему того, что состояние мамы, детей с аутизмом, это посттравматическое стрессовое расстройство, сопоставимое с, может, Александр меня поправит, конечно, специалист в этом вопросе, я не психолог, сопоставимое с состоянием солдат после боевых действий. С той разницей, что, извините, солдаты не обвиняют за каждую губу, упавшую не туда, а наше общество, ну, по крайней мере, Рома, я не знаю, что в Израиле творится, в России, к сожалению, люди пообвиняют маму в особенностях ребенка. То есть она в ПТСР еще и в этом виновата. И вот, и когда мама в таком состоянии, ей сложнее, ее нет ресурса принимать сложного ребенка и помогать ему. Вот, поэтому лечение мамы это вещь очень важная. Если бы я могла мечтать всерьез, мне кажется, любой маме, мне кажется, даже важнее в государственной программе помощи, чем там, логопед, дефектолог, психолог, стандартная, бесплатная, терапия, длительная маме. Это вот, вот это критичная вещь. Потому что редкая мама может выложить суммы на долговременную психотерапию. Так? Это поможет маме. Это поможет маме. Это сдвинет всю ситуацию. Но обычно в большинстве семей таких денег, к сожалению, нет. Вот об этом бы я хотела помечтать. Я, если можно, вкратце прокомментирую несколько своих пунктов. Первый пункт, ты говоришь в том, что было бы хорошо, что было много гомеопатов, которые будут заниматься, которые могут заниматься, которые умеют этим заниматься и так далее. Ты знаешь, горячей линии нет еще года. Кто бы мог подумать год назад, когда мы только начинали, что в течение буквально нескольких месяцев несколько десятков гомеопатов из почти 20 стран мира соберутся вместе и будут оказывать первую гомеопатическую помощь 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Факт сложившийся, устоявшийся, развивающийся. Я думаю, что достаточно гомеопатов есть, которые могут уже брать на себя ответственность вести такие случаи. И, конечно же, было бы хорошо подготовить плеяду гомеопатов, которые будут полезны. Понятно, что многие гомеопаты, они не будут разделять аутизм или какое-то другое нозологическое название. В гомеопатии лечим прежде всего человека, прежде всего ребенка, вне зависимости от диагноза. Но специализация здесь не помешает. И второй комментарий по поводу детоксикации гомеопатической. Чтобы сложилось правильное впечатление у наших зрителей, есть не одна, несколько методов гомеопатической детоксикации. И на этом не останавливается гомеопатическое лечение. Я уверен, что, Лен, вскоре вы найдете и, может быть, острый, может быть, конституциональный препарат. До этого миозматический, интеркурантный, так называемый. Есть еще много инструментов, которые можно будет использовать. И это же здорово, это же как хорошо. И вот тоже комментарий по поводу одной твоей мечты. Чтобы мамы больше понимали, что такое гомеопатия, я думаю, что мы должны популяризировать, рассказывать об этом. И до имеющей уши услышать. Я думаю, что мы должны говорить об этом. Вот. А так, дай Бог, чтобы эти мечты сбылись. было бы здорово, было бы хорошо. Я хочу попросить Мариану помечтать вслух. Вот если бы вы могли бы как-то сейчас подключиться и транслировать ваши мечты на эту тему. Вязанно с данным эфиром, но у меня единственные, наверное, на данный такие мечты, это наверное как-то чтобы социум нас больше стал понимать, потому что это очень тяжело для родителей, наверное, это большая даже часть депрессии родителей, потому что нас на улице просто воспринимают как горе-мамаша с очень избалованным ребенком. Это больная тема моя лично. И да, терапии, психологии родителям я бы просто наверное посещала как можно чаще, если бы они были доступны. На самом деле еще не знаю в тему ли хотелось пожелать мамам особых детей, чтобы они все-таки не переставали верить в то, что их ребенка можно вытащить из этого состояния, потому что я знаю очень многих мам, которые уже махнули рукой, хотя им всего 4 года ребенку 4-5, уже говорят, что мы уже знаем какая у нас будет жизнь, они уже расписали и ни во что не верят, что их можно как-то более-менее к норме подтянуть. И все-таки нужно верить, потому что если мать перестает верить, мне кажется уже все. Тогда только крест и ставится на человеке. Пока не знаю, о чем еще можно помечтать связано с нашей конференцией. Если взбудется то, что вы желаете, вот ваше пожелание, если космос услышит и сейчас разнесет это и отобразит это, я думаю, не просто немало, это грандиозно и дай бог так и будет. Лен, ты хотела что-то такое? я хотела немножко дополнить про веру в своего ребенка. Это у меня совершенный случай, который я веду год, да, год уже, собственно. Это девочка, девочка, ей 23 года сейчас, то есть начала ей вести 22 года. Тяжелый, низкофункциональный аутизм. То есть речь представляете? На самом деле, почему я за нее взялась, а ее мама руководит проектом сопровождаемого проживания для особых взрослых уже, куда я приехала со своим сыном. И вот такая у нее дочка, я занялась ей из соображения, ну, гомеопатия же это сила, хотя раньше считала, что взрослым уже, наверное, нереально их сдвинуть. И вот в ее 22 года эту девушку, которая практически не говорила, которая была агрессивна, которая, она могла жить только с тьютером, то есть она щипалась, она душила людей, она душила кошку, вот там агрессии было очень много, было полевое поведение, представляете, это не четырехлетний малыш, да, это взрослая женщина. Вот я ее стала лечить, причем лечить стала вначале сизом с небольшим положительным эффектом, а потом в силу внешних обстоятельств ее переселили от мамы в дом сопровождаемого проживания, то есть такой резкий разрыв, и у нее произошел резкий откат, и агрессия стала просто запредельная, тьютеры вешались, тяжело, очень было тяжело, и тут я решила, ну просто рубрики, как острый случай, подобрала ей хилиборос, и вы понимаете, на этом хилиборосе она так пошла хорошо, вы понимаете, сейчас в 23, я туда приезжаю, в эту деревню, раз, два, в три месяца, в месяц, как придется, вот я последнее, вот дала ей хилиборос в июне, сейчас она абсолютно другой человек, она говорить стало так, как она не говорила никогда в жизни, понимаете, при всех своих откатах, улучшениях, такой речи не было никогда, она смеется, она поет, понимаете, да, это речь о девушке с аутизмом, да, тут еще двигаться и двигаться, но, понимаете, возможно, сдвиг в 22 года, представляете, вот я проверу своего ребенка, всего-то хилиборос, мы так на нем сидим, сейчас начали убирать нейролептики, представляете, вот такие бывают, как нужно развенчивать мифы и как, спасибо, Лена, огромное, вот так очень хотелось поделиться, Саша, помечтайте, пожалуйста, вслух, да, вы знаете, вот мне ваше слово мифы сейчас хорошо так зашло, вот с него, если можно, начну, потому что вы как бы вопрос задали, у меня такое вот что, и вот у меня как-то вот именно в этом ключе пошла мысль, уже об этом сказали Елена и Марьяна, я добавлю, мне хочется, чтобы меньше те люди, которые ищут помощи, чтобы те люди, которые понимают, что таблетки не работают, чтобы эти люди искали свою дорогу, чтобы меньше уповали на волшебную таблетку, чтобы меньше было вот этого вот веры в то, что сейчас мы пропьем нейролептики с натропами, будет нам счастье, и чтобы не меньше говорили мои дети дураки, что мы с ними сделаем, есть у меня знакомая мама, которая так говорит, что он дурак, что с него возьмешь, потому что ребенок у нее, на мой взгляд, ему нужно просто немножко индивидуального внимания, все с ним будет в порядке, с препаратами никакими. Я хотела бы, чтобы как результат нашего эфира люди открывали свое сознание, мой любимый, любимейший мной термин из йоги и юрведы, я думаю, вы с ним прекрасно знакомы, открытое осознание, будьте открыты новому, потому что, конечно же, опять, из личного опыта самые значительные рывки Лиды, самые ее большие какие-то накопленные выходы на новые этапы происходили только, когда происходили осознания у нас с мужем. Смотрите, ищите в себе, ищите в окружающем мире, осознавайте. Ну, тут уже, конечно, меня в силу может быть моей направленности ведет, но я четко знаю, что такие детки, они посланы нам для того, чтобы учить нас чему-то, для того, чтобы мы развивались и тем самым помогали им, они уже что-то изменят в окружающем мире. И вот, конечно, мне хочется еще в эту копилочку добавить и толерантность окружающих, и толерантность, не знаю, не толерантность, а господдержку, да, потому что дело пока это поликлиники и там детские сады, другое дело, когда мы идем в школу, вот тогда можно вообще полагаться только за себя. Мне сложно сказать, как может быть в Москве с этим обстоятельствовать. Ну, Краснодар достаточно большой город, все достаточно у нас неплохо, но скажем так, вопрос открыть. И, конечно же, мне хочется, чтобы менялось отношение людей, потому что сейчас уже, конечно, все обстоятельно. Уже многие в теме, многие в курсе. В курсе нет сейчас человека, в среде знакомых, которого не было бы особого ребенка, пусть это будет неглубокий аутист, но ребенок с особенностями, ментальными особенностями, не какими-то, а именно вот ментальными, обязательно есть у каждого практически человека сейчас в окружении. Конечно, уже изменилось отношение людей. Мне хотелось бы, чтобы люди не боялись таких людей и таких детей, чтобы они проявляли к ним любопытство, потому что детки, маленькие детки, они не боятся, они подходят на них. А почему он такой? И если взрослая женщина, мама, ребенка говорит об этом без агрессии, без боли, без какого-то глубочайшего надрыва, ребенок спросил, она просто удовлетворила любопытство. Почему солнце светит? Потому что оно теплое, потому что миллион объяснений, так и тут. А почему он такой? Потому что он особенный, потому что он другой, или он как я объясняю, почему, если меня дети спрашивают, дети спрашивают, я объясняю, потому что почему он так себя ведет? Потому что она в голове маленькая, это состояние называется аутизм, она маленькая, но она очень добрая, она очень любит с вами играть, но не всегда у нее получается, ей Лиде будет очень приятно, если вы ее там чему-то научите. Как правило, дети реагируют очень хорошо, до тех пор, пока они не начинают смотреть на то, как реагирует их мама. Там уже, конечно, возможны варианты. Вот как один из результатов нашего эфира мне бы хотелось в том числе видеть и открытость к миру и другим людям и у родителей аутистов, и у тех, кто видит таких людей. Спасибо, Саша. Ну, я вкратце хочу вместе с вами помечтать о том, что этот эфир будет полезен, что через него многие найдут своих специалистов, что у нас с Леной получится вести этот проект на горячей линии и помогать деткам и таким, и их родителям тоже. И что это будет интегративный метод. если нужно, там не только гомеопатия и не только психология и не только натуропатия и не только детокс, а все, что нужно. Все, что нужно в этот момент этому ребенку и этой семье. Мариана, Александра, Елена, огромное спасибо за ваше время и надеюсь, что эта передача будет полезной. Всего доброго. Да. До свидания. До свидания. Да, до свидания.